Сервис выгодных путешествий TripMyDream представляет. К Таню нелегко переехать. Не зная языка, первые годы ты борешься за свое место под солнцем. Мне надоело отправлять заявки, ходить на собеседование, искать работу. Если я 100 бутылок соберу просто за день, то я заработаю 40 евро. Алоха, друзья! С вами бывалый путешественник Андрей. И мы находимся в невероятном Копенгагене. Я здесь впервые, поэтому вместе с вами буду с ним знакомиться. Через жизни людей, которые сюда переехали и здесь живут. Мы сходим к ним домой, узнаем, как они зарабатывают, как развлекаются. Друзья, подписываемся бегом на канал и погнали знакомиться с Копенгагеном! Друзья, полчаса я ехал на встречу к Юре, мы в Копенгагене, ехал на велике. После Амстердама я понял, что города нужно познавать на велосипеде, в тех городах, где это возможно. Поэтому я второй раз беру велик после Амстердама, и я понял, что это вот оно. И город тебе совсем по-другому открывается. Юр, что за точка? Почему мы встретились здесь? И вообще, наверное, скажи всем привет. Привет всем. Меня, как и Андрей сказал, Юра зовут. Живу здесь уже 11 лет, в сентябре будет. Это место я выбрал, потому что это как бы центровая станция в Копенгагене, Норрепорт. Здесь пересекается линия метро и линия городской электрички. Она буквально под нами сейчас. И очень легко все автобусы, которые идут с разных точек, они все здесь сходятся и опять расходятся по разным направлениям. И если мы там вечером собираемся куда-то, мы обязательно... Проще всего всем собраться здесь, а потом уже решаем, как и куда. Но, как правило, здесь много кафешек, ночная жизнь здесь проходит. Не просто на этой улице, а вообще вот в этом районе. Здесь за углом наш бар ирландский, где мы смотрим игры постоянно. Они даже были нашими спонсорами одно время. И как бы да, это такой митинг-поинт. Так что для меня было это сразу однозначно, что будем встречаться здесь. Датчане считается, что это самая happy nation во всем мире. Это правда? Да. По-моему, ООН делает такой лист стран, опрос по каким-то параметрам. Я не знаю, на какие там вопросы отвечают они. Но уже, наверное, много лет Дания, если не на первом месте, то в пятерке лидеров однозначно. Там как бы скандинавские страны, Норвегия. Они очень, кстати, переживают, что если Норвегии их обойдут в какой-то год. Бывало, такое случалось. И вот блин. В Копенгаген развели мост, ребята катаются на лодках, загорают, купаются, наслаждаются жизнью. В то время, пока мы с вами ждем нашу героиню Елену, 11 лет, живущую практически в Копенгагене, но немножко в Швеции. Но сейчас мы узнаем все детали. Пойдем с ней знакомиться. Ага, Андрей. Привет. Понятно. Мы на вы, на ты будем? На ты будем. Супер. Да. Почему Копенгаген? Ну, это долгая история. Я не выбирала. У меня не было цели или желания переехать в какую-то другую страну. Я жила в городе Киеве, в общем-то, у меня был свой бизнес. Но вот познакомилась с датчанином, и мы стали встречаться. Я стала приезжать в Копенгаген как турист, ну, как гость на одну неделю, иногда на две недели, иногда на дольше. И через четыре года это закончилось тем, что я переехала, но не в Копенгаген, а в Швецию. Потому что выгоднее было переехать. То есть, чтобы заключить брак с иностранцем, нужно слишком много проблем решить. Наших, украинских, либо здесь местных? Нет, здесь местных. То есть, датчанам не так легко жениться на иностранцах. Что, серьезно? Да, это все очень сложно. Гораздо проще сделать это и переехать в Швецию, где все гораздо быстрее. Вот эти бумажные дела, разрешение на переезд, виза и так далее. И так вышло, что, в общем, ради меня он переехал в Швецию, где мы сейчас живем. А адаптация была, в общем-то, не сложной, потому что я довольно хорошо говорила по-английски. И датчане, и все скандинавы, как вы знаете, говорят на английском языке довольно хорошо. Поэтому у меня не было проблем с бытом, пойти в магазин и даже в какой-нибудь банковский офис. Это не было проблемой. Но мне хотелось выучить язык. Я люблю, в общем, учиться. И поэтому я получала удовольствие от того, что я учила язык. Потом я училась в университете, потом во втором университете, в третьем университете. Ничего, у тебя три образования местных здесь? Нет, это были иногда короткие курсы, а одна была программа, магистерская программа. Но мне нравилось очень учиться. Во-первых, вокруг молодые люди. Это очень приятно. И мне нравилась совершенно другая система учебы, много самостоятельной работы, диалоги. В общем, мне все нравилось. Пожалуй, трудности были с людьми. В общем, скандинавы достаточно закрытые люди. И так, чтобы они тебя приняли за свою, наверное, так никогда не бывает. Но для этого нужно, чтобы много лет прошло. Но главное, что их надо, главное, пивом угощать, и они тогда откроются. Эйфория. Это мой муж сказал. Как долго эйфория твоя продлилась? Моя эйфория продлилась, наверное, 5 лет как минимум, а то и больше. До того момента, когда я начала искать работу по-настоящему, после того, как я закончила учебу, я пыталась найти работу. И работа не находилась. И это было удивительно. Это, в общем, был конфликт. Потому что... Ты домой хотела вообще? Было такое, что плакала, хочу домой? Нет, такого не было. Это не мой случай. Не было. Юр, что за прикольная локация? Все едят, наслаждаются. И у них у всех хюги, я понимаю. И сразу скажи, почему Дания и Копенгаген? Да, здесь абсолютно хюги у всех. Я это сразу вижу. Это 2 таких холла, и само место называется Torve Helene. Это как бы Torve, это как площадь, а Helene, ну, само собой. И здесь очень много разных таких мест поесть, быстро перекусить. Но они очень как бы особенные. Тут как бы очень хорошая, качественная еда, то есть непростая там стрит-фуд. Здесь можно сказать, стрит-фуд, это чуть повыше левел. Мы сюда с друзьями иногда приходим. Там, допустим, fish and chips очень вкусные. Можно мясо прийти купить тоже свежее, такое хорошее, качественное. Или рыбу, или там, я не знаю, что угодно. Вот. Как бы место посидеть, отдохнуть, выпить пиво, хоть летом, хоть зимой. Там внутри тепло зимой, как бы без проблем. Есть места посидеть. Почему Дания, почему Копенгаген? Если честно, то Копенгаген не был моей, так сказать, мечтой или final destination абсолютно. Я начинал возле, в маленьком городке возле Орхуса. Это на Юланде, на полуострове. Потом через год я уехал учиться в город Ольборг. Он считается второй... Нет, третий по величине, может, четвертый. Есть Копенгаген, Орхус второй. Однце, это где Ханс Кристен Андерсон родился. Ольборг, это самый северный город большой. И это там я прожил, наверное, 6, больше 6 лет. И планировал, если честно, там и оставаться. Это отличительная черта Дании, что, конечно, молодежь стремится приехать в столицу и здесь начать двигаться. Но очень многие, кстати, возвращаются в свои города поменьше. И можно спокойно себя чувствовать. Там инфраструктура полная. То же самое ты себя прекрасно чувствуешь. Дешевле, естественно. Ну, не знаю, на сколько процентов. Но, я думаю, тысячи 2-3 в месяц я бы крон экономил в Ольборге. И мне было довольно тяжело сюда, кстати, приехать, принять это решение. Мне предложили работу. И я думаю, ну, попробуем, что мне терять. И я, наверное, первый год очень сложно адаптировался здесь. У меня осталась куча друзей. Я их очень так тяжело там зарабатывал, внедрялся. Я интегрировался. И тут переехать, и все заново. Вот. Я думаю, ладно, я год дам этому городу. Если он меня не покорит, я вернусь обратно. Но в итоге я покорил, да. И я вот уже 5-й год. В феврале было 4. Как я в Копенгагене. И мне здесь нравится, особенно летом сейчас. Это просто шикарно. Это стоит жить всю зиму здесь в этой тьме, чтобы вот так вот насладиться летом. Давай пройдемся, прогуляемся. Но я все-таки не понял. Как ты выбрал Данию? Почему ты вообще решил сюда переезжать? Ну, смотри. Приехал я сюда, если честно, план мой был всего лишь на год. После института я закончил Луганский аграрный университет. И у нас была такая возможность поехать в Данию на стажировку на год, на полгода или на полтора. Это было в 2007. Но до этого я как бы попробовал вкус Европы. Наверное, еще до этого, в 2004, когда я ездил на летние работы в Англию, собирать клубнику. И после того вот меня, я подсел на это все. Я просто возвращался домой. Я не мог как бы усидеть на месте. Я знал, что весной я опять или не в Англию. После трех раз я знал, что в Англию я больше не поеду. Был риск того, что мне не откроют визу, поставят штамп. Я не хотел этого, потому что потом бы я любую визу бы сложную получал. Я решил это оставить. Плюс как бы у меня папа на тот момент заболел сильно. И я не хотел как бы далеко и надолго уезжать. И тут как бы появилась возможность Дании. У меня друзья были здесь. И они такие, давай попробуй, здесь классно. А я на тот момент уже получил практику в банке в Луганске. И я поговорил с шефом. Они мне, кстати, хотели уже оставлять там. Я говорю, так и так. Он говорит, ну, езжай на год, место за тобой будет. Вот. И вот 11 лет спустя я работал в этом городке, как я сказал, Одер. Попал я на теплицы, где выращивали цветы. И плюс был небольшой супермаркет цветочный рядом. Как бы подключен к этому всему. Что ты делал там? Все как бы. Все, знаешь, думают. О, цветы. Ходишь там за бабочками бегаешь. Нет. Это очень тяжелый труд. Это эти горшки. Это земля. Это огромные теплицы стеклянные. Это большая ответственность. Потому что это химию. Нужно мешать эти как их удобрения и так далее. Опрыскивание. Очень-очень тяжелый труд. И будучи там, по вечерам просто сидел в интернете. В Дании купил я свой первый ноутбук. И пошел вот там. Эта ICQ была еще тогда популярная. Я разнакомился, точнее, нашел своих друзей бывших, кто по университету. И тут девчонка одна, моя бывшая однокурсница, пишет такая. О, ты типа в Дании? Я говорю, да. И она тоже была там. Я говорю, а ты что делаешь? Она начинала. Она на грибах работала. Потом она поступила? Грибы. Шампиньоны. Ага. И она поступила в... Ну, как бы это не университет. Это называется University College. Чуть-чуть пониже. То есть там ты мастер не получишь, максимум бакалавра. А потом нужно переходить куда-то в другое место. И я говорю, как, что? Она мне выслала ссылку на министерство образования. Это из сайта study.dk. Там все. Вот это, наверное, единственное, что она для меня сделала. Я как бы тоже не люблю, знаешь, там людей обременять. Вот ты мне то напиши, то расскажи. Я разобрался сам, отправил, заполнил документы. И тогда еще я возвращался на небольшой отпуск в Украину. И я тем временем перевел свои дипломы все. Потому что нужно было подавать все вот это, что у тебя, какой у тебя background есть. Потому что никаких вступительных экзаменов нет. Ты подаешь тебе документы, пишешь мотивационное письмо, почему ты хочешь именно здесь учиться и так далее. Отправляешь и ждешь. И получается так, что всем гражданам Евросоюза и всем гражданам Дании бесплатно учиться абсолютно в Дании. Но для нас все платно. А стоит образование здесь от 6 до 20 тысяч евро. За все время? За, по-моему, за год. Так дорого? От 6 до 20 тысяч евро? Смотря какое образование, где и так далее. И ты платил? Нет. Вот в этом весь прикол, что они оставили на каждую группу 2 места со стипендий для таких выходцев из третьих стран. Там процесс подачи немножко дедлайн пожестче, короткий. И я отправил. И, можно сказать, даже забыл об этом всем. И тут в июне на lunch break после тяжелого рабочего дня открываю. У меня письмо на почте, на электронное, что поздравляем. Мы вас принимаем в это учебное заведение. Начинается с 1 сентября. Подавайте на визу на студенческую. И, как бы, я вообще в таком... Я даже не могу передать это состояние, какое у меня было. Я так распечатал, к шефу подхожу. А он собирался меня на полгода еще оставлять там. Я говорю, извини, но вот даю ему письмо. Он прочитал 1 раз. Такой, подожди. Второй раз перечитывает. И так по-датски поздравляю. Ты что? Так, знаешь, пожал мне руку. И мы, как бы, он был вообще шикарный чувак. Мы с ним до сих пор. Я 2 раза Рождество у них праздновал. И мы поддерживаем отношения. Он, как бы, восхитился, кстати, тогда тем, вот этим моим, как бы, рвением, чтобы, как бы, получить образование здесь. Вот. И я уехал в Вольборг. Вот. И там учился 3,5 года. И закончил. Бесплатно? Бесплатно. Бесплатно учился. Плюс мне платили 5,5 тысяч датских крон. Это чуть меньше 1000 долларов, наверное, 900 долларов в месяц на проживание. Мне этого хватало купить учебники. Тебе стипендию давали еще? Да. Хелена, слушай, у тебя прям какая-то love story по переезду, по адаптации. Никаких слезных моментов нет. Скажи мне, тех, кто хотел бы сюда переехать, какие есть варианты переезда в Данию? В Данию нелегко переехать. Но есть, конечно, способы. Их главных 3. Это студенческая виза. То есть можно поступить учиться. Можно выйти замуж и найти работу. Я уже говорила, а IT-инженерам достаточно легко найти работу. И мне нужно учить датский язык, который довольно-таки противный. Язык-то не очень. Ты говоришь на языке? Да. Я говорю на шведском. Так получилось. Потому что мы разговариваем на суржике. Есть суржик русско-украинский, а есть суржик датско-шведский. Да? Да. Муж говорит по-датски, а я отвечаю на шведском. Потому что я училась в университете на шведском. Вы друг друга понимаете? Мы друг друга понимаем, конечно. Датчане и шведы понимают друг друга так же, как русские с украинцами. Поэтому IT-инженерам даже не надо учить язык. И также студентам тоже. И можно найти работу какую-нибудь. Вроде детей нянчить или простую какую-нибудь работу. Но нужно официально это делать? Ну, нужно официально это делать. Вот, кстати, новая такая тема. Это фермерство. Здесь очень много требуется фермеров. И здесь много украинцев, которые работают на свинофермах особенно. Да? Да. Однажды мой знакомый был на дискотеке. Он не очень молодой человек. И он, в общем, сказал, что там были 2 категории. Украинские няньки и украинские свинопасы. Свинопасы? Да. Скажи, а есть такие варианты, как люди приезжают туристами и просто остаются нелегалами? Есть. Но я тоже не очень знакома с этим. Все мои знакомые, это, как правило, IT-инженеры, которые, в общем-то, им все равно, где работать. И Дания. Они некоторое время работают в Дании, а потом хотят уехать. Потому что здесь очень дорого жить. Эта страна не так уж привлекательна для любых иностранцев. Потому что здесь холодно. Здесь высокие цены. И высокие доходы только, в общем, у местных. И можно прожить 20 лет, и тогда тоже у тебя высокие доходы. А так сразу не получается. Друзья, официальный перевозчик проекта Экспаты, авиакомпания Turkish Airlines. И сейчас я хочу рассказать об одном из крутых преимуществ авиакомпании в программе лояльности Miles & Smiles. Если вы часто летаете, то это must have. Есть 4 статуса карт. Classic, Classic Plus, Elite и Elite Plus. Чтобы оформить карту и начать накапливать мили, вам нужно перейти на веб-сайт и зарегистрироваться. Ссылочка будет в описании. Накопленные мили вы потом можете обменять на билеты, апгрейды и подарки. Кстати, в мили засчитываются не только за полеты вместе с Turkish Airlines, а также за полеты с авиаперевозчиками группы Star Alliance. Еще 2 огромных плюса этих карт. Это дополнительная норма провоза багажа и возможность воспользоваться стойкой бизнес-класса, даже если вы летите в экономе. Поверьте, это очень удобно. Дополнительную информацию о программе Miles & Smiles я оставил в описании к этому видео. Друзья, я хочу, чтобы вы тоже насладились комфортными перелетами вместе с Turkish Airlines и открыли для себя незабываемый Стамбул. Поэтому прямо сейчас я объявляю розыгрыш двух авиабилетов Стамбула Turkish Airlines. Обязательно досмотрите это видео до конца. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и узнайте, что нужно сделать для того, чтобы выиграть эти 2 авиабилета. Информация будет в описании к этому видео. Я тебя привел на очень особенное место. Это мост королевы Луизы. Называется Droning Luisesbrou на языке оригинала. Этот мост соединяет Neuribou с Indrebuy, то есть центральная часть с так называемой северной частью. Здесь как бы очень часто всегда собираются хипстеры и вообще молодежь. На этом мосту привозят на этих велосипедах колонки, устраивают дискотеки. Типа чисто на тротуаре разлаживают пиво, вино и отдыхают, хюгятся, так сказать. Эти бугры здесь, они, наверное, имели какую-то оборонительную, наверное, скорее функцию. Их в один прекрасный момент хотели убрать, сделать просто ровно. Возник такой протест, потому что вся молодежь, они просто обожают эти бугры. Вот так вот сидеть, как здесь люди сейчас, и как бы наслаждаться солнцем. И так их и оставили здесь. Ты учился, тебе давали стипендию. Тебе хватало этой стипендии? Ну, как бы, наверное, бы хватало. Но нужно было, конечно, затянуть поясок потуже. Но мне по визе студенческой разрешалось работать 15 часов в неделю дополнительно. И я, естественно, этим воспользовался. Я мыл полы на одну клининговую компанию. Она опекалась всеми муниципальными зданиями. И мне дали объект. Я и еще одна девчонка тоже, кстати, которая помогла мне тогда найти это место. Она на курс старше была. Она мне пригрела там местечко. Шикарно. Потому что все, знаешь, как бы шли на улицу в бары мыть стаканы, разносить. Это была тяжелая работа. Наши? Да. Как бы студенты. Не наши студенты в целом. Во-первых, платили меньше. Во-вторых, это только пятница, суббота, воскресенье. Мне хочется как бы тоже самому же отдохнуть. А у меня была работа такая, что только будни мне платили за 3 часа в день. Там 4 этажа, по-моему. И я мог выбрать сам с 4 вечера до 10 вечера, когда хочешь, приходи, чтобы на утро все было сделано. Это было просто идеально, понимаешь? Плюс платили выше зарплату вместо 80 крон в час 123. И было, как это называется, отпускные были. Как бы весь вот этот пакет, так сказать, сопутствующий официально. У нас их трудоустройство, никаких там гвоздей, как говорится. Вот. И я себя прекрасно чувствовал. Потому что как студенту мне еще плюс налоги не нужно было платить такие же высокие. И я зарабатывал, знаешь, со стипендии. И я вообще так в шоколаде, можно сказать, был. Были какие-то моменты ностальгии? Хотелось ли вернуться? Либо все всегда вот так вот шло по нарастающей? Ты знаешь, как бы поначалу все было в таком, как это сказать по-нашему, excitement, то есть... В возбуждении. Да, учеба. Это для меня просто система образования. Это вообще отдельная история. Понимаешь, я шел на лекции в понедельник наконец-то. Ты в Украине хорошо учился? Я учился неплохо, конечно же, да. Но просто попробовав здешний, я думал, это вообще не то. Не то абсолютно. У тебя было сколько excitement, что было после него? Ты знаешь, по истечении, наверное, 10 лет, вот сейчас ко мне только сейчас начинает доходить, что все-таки мы платим довольно высокую цену за нашу жизнь здесь вдалеке от дома. Сначала было классно. Ой, все супер, все новое. Ой, новая работа, новая учеба, новые друзья, туда все. Вот. А все равно не хватает семьи. И когда у меня появились уже друзья там местные, когда я закончил учиться, они меня начали приглашать на день рождения или на Рождество. И ты приходишь, ты видишь, датчане, они очень семейные люди, понимаешь? Семья и личная жизнь, это на большом приоритете. Они не будут сидеть на работе до 8 часов вечера. 4 часа ребенка забирать с садика, с ним нужно поиграть, чтобы он знал вообще, кто родители. И как бы я начал замечать, что вот этого мне не хватает. Как бы день рождения свое или семьи отпраздновать вместе. Рождество. Как бы не всегда же есть возможность поехать домой. В то же время, знаешь, как бы другие уезжают на холиды где-то там в Испанию или еще куда-то. А у тебя это возможность отпуска поехать увидеть родных всегда. И это как бы, знаешь, константа такая. То есть нужно в итоге выбирать, что ты, что ты хочешь. В комфорт семьи ближе, чтобы они могли к тебе часто приехать. Или же жить здесь. Может, лучше стандарты жизни, зарплаты и все остальное. Твой дом здесь ты как чувствуешь? Да. Какой у тебя паспорт? У меня паспорт украинский. И у тебя вид на жительство? Да, у меня постоянный вид на жительство. Постоянный вид на жительство. И если тебе предложат вернуться, вряд ли уже ты сможешь вернуться в Луганск, например. Но как бы нормально. Если тебе предложат вернуться, например, в Киев на хорошо оплачиваемую работу, ты уедешь отсюда? Вряд ли. Какая причина основная? Ты знаешь, я даже, когда поступал, я же тоже не думал, что я здесь останусь. После обучения дают только полгода на поиск работы. Если ты не находишь, ты вынужден уезжать. Вот. И я думал, по-любому, если у меня уже есть датский диплом, я себя буду прекрасно чувствовать. Я уже на порядок выше, как кандидат, где-то в какую-то фирму в Киеве. Я не знаю. Но, тем не менее, даже не в деньгах, наверное, дело, а в отношении людей, менталитете, отсутствии коррупции полном. То есть как бы все доступно, все как-то. И вот этого у нас, к сожалению, пока что нет, на мой взгляд. Куда ты меня привела? Ну, это самое туристическое место во всем Копенгагене. Называется Ньюхавен. Ньюхавен? Да. Через... На каждом втором ресторане написано Ньюхавен. И здесь больше всего праздно шатающихся туристов. Но местные тоже сюда ходят. Например, вот они ходят в ресторан Кепхорн. Однажды у меня была экскурсия, и туристы были, в общем, дизайнеры, которые заключали договор с датским домом. Мод. Вот. И датчане нас пригласили пообедать. И мне было любопытно, куда они нас поведут. Потому что здесь, во-первых, дорого и не очень вкусно. Я была, наверное, во всех ресторанах с туристами. Вот. Но и мне было очень интересно, куда нас поведут. Нас повели вот в этот ресторан Кепхорн. Шляпа на рогах. Туда ходят местные, в общем. А так, конечно, это очень туристическое место. Это канал выкопали, кстати, шведские пленные, шведские заключенные. Чтобы доставлять грузы на площадь. Это один из... Мы очень близко к одному из центров. Это, в общем, одна из центральных площадей. Но сейчас она закрыта забором. Приезжайте еще года через 2. У нас там откроется новая станция метро. И площадь будет более привлекательна. Что такое хьюги? Хьюги – это уютность. Много сейчас книг вышло на русском, на украинском языке про хьюги. Но это от того, что погода здесь довольно мерзкая, так скажем. Это сейчас вот мы так наслаждаемся, тепло, солнце светит. А вообще 300 дней в году здесь мрачных, дождливых и пасмурных. Поэтому, чтобы как-то согреться, датчане придумали такое вот времяпровождение, заворачивание в пледы. Они жгут много свечей. И датский дизайн отсюда происходит. Чтобы создать как-то уютность, чтобы согреваться в эти мрачные дни. И главное не говорить о политике. Хьюги – это говорить о чем угодно, о погоде. Не говорить о политике, не создавать конфликтных ситуаций. Все скандинавы не любят конфликтов, не любят говорить о политике с пеной у рта. Это очень отличается от нас, славян. Смотри, короче, я тебя веду сейчас в одну забегаловку местную. Здесь рядом находится мясной райончик, так называемый. Он не мясной, конечно, больше. Там рестораны, дискотеки. И, как бы, возвращаясь домой, хочется что-нибудь перекусить быстренько после выпитого спиртного. И мы часто идем вот сюда. Здесь делают бергеры такие. Но не просто с котлетой, с мясом, а он называется флескестай бергер. А флескестай – это традиционное блюдо датское для рождественского стола. Это кусок свинины со шкурой запеченной. И знаешь, его потом не все же съедают, на следующий день он остается, его режут и делают такие бергеры. И туда добавляется эта их красная капуста. Короче, очень вкусно. Пойдем. Я ему не могу сказать, что меня возбуждает. Я веган, неубежденный. Я думаю, тех, кто будет это смотреть, слюна уже побежала. Не знаю. Может быть, они прокомментируют прямо сейчас? Что осталось, где потекло, в каком месте? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я хочу узнать про менталитет датчан. И вообще, кто они? Какие они? Как они тебя удивляли, когда ты приехал? И как бы они удивили нас сейчас? Менталитет датчан... Не знаю даже, как это описать. Это нужно прочувствовать. Они вообще очень законопослушные люди. Тот факт, что здесь нет абсолютно коррупции, и по всем этим спискам они как бы возглавляют страны. Это уже как бы говорит само за себя. Иногда что меня напрягает, это когда наши приезжают и начинают искать лазейки, знаешь, в законодательстве. Как порешать? Как надуть, где забрать больше налогов, не заплатить, понимаешь? Люди построили свое общество годами, столетиями. То есть как бы они выстроили систему, в которой каждое звено выполняет свою функцию, и оно работает. Вот. И когда ты приезжаешь и начинаешь, еще потом гордишься тем, что вот, а, да я там что-то не так написал. Потому что, знаешь, никто же не контролирует. Ты платишь налоги, ты идешь в интернет, логинишься, у нас есть карта там с кодами. И ты заполняешь, сколько ты ожидаешь, ты в следующем году у тебя будет прибыль. Ты заполняешь, и тебе калькулирует система, сколько ты в следующем году должен заплатить налогов. Потом с апреля по май тебе дается период, где они говорят, приходит письмо и говорят, ты или переплатил, или недоплатил. И это, как они говорят, скетифа. Налоговая система или орган называется скет. Вот. А скетифа – это типа отец, что он с тебя возьмет или даст. Мы платим большие налоги, но я вижу реально, куда они идут. Я знаю, что нет коррупции, что они не идут кому-то в карман. Я вижу, как там строится инфраструктура велосипедная, там, неважно. То есть, как бы нет дырок на асфальтах или еще что-то. И мне хочется их платить. И понимаешь, иногда они даже говорят самим датчанам, типа, я там так-так сделал. Это стыдно. Он не поймет это. Он скажет, ну, как ты так? И тогда, получается, я за тебя плачу. Зачем такое надо? И если ты собираешься здесь жить, если ты выбрал эту страну, то будь добр. Как бы соблюдай. Contribute, добавляй. То есть, как бы у них даже не говорится, что я заметил. У нас говорят, знаешь, там, о, государство отдал денег. У них говорят to some fund. А some fund – это общество. Что тебя удивляло, когда ты приехал сюда в датчанах? Либо что-то раздражало? Конечно, поначалу раздражало вот это вот такая вот, как мне говорят, fear canto. То есть, ты не пытаешься где-то там увильнуть. Знаешь, бывал вот этот... Правильность определенная. Да, да. Вот такая вот иногда, которая уходит слишком. Вот. Это, конечно, меня раздражало иногда. Раздражало, что поначалу, что я язык не понимал. Раздражало, что он такой непонятный и сложный, чтобы выучить. Сложно было язык учить? Да. Сложный, но как бы возможно. И тебе дается 3 года на изучение языка бесплатно, когда ты приезжаешь. Боже, серьезно? Да. Государство платит? Да. Чтобы ты выучил язык? Совершенно верно. По какой виде? Да, по любой. То есть, не по туристической, конечно, но если у тебя долгосрочная, то я приезжал тогда на год, получается. Мне уже это, я имел право. Сейчас они меняют. Вы летом должны голосовать что-то, они там хотят ввести какую-то плату. Но тогда это было абсолютно бесплатно. И если ты прогулял эти 3 года, а захотел потом язык выучить, ну, будь добр, плати. А если ты хочешь подать потом на постоянный вид на жительство, сертификат, будь добр, положи, что ты закончил языковую школу, понимаешь? И как-то я вот скажу, что я даже об этом тогда и не думал, но я так себе был благодарен, что я приехав, через неделю пошел в эту школу, и я ее за 2,5 года закончил, получил этот сертификат. Я не скажу, что я прям бегло говорил на их языке через 2,5 года. Я понимал, я читал, вот, но я параллельно учил его. И нам тяжело вообще пробиться, потому что как бы ты Eastern European. И не зная языка первые годы, ты как бы борешься за свое место под солнцем. Я сегодня говорил, что я себя настолько сейчас увереннее чувствую, когда я говорю на языке, я могу, если у меня что-то не нравится, знаешь, как бы отрезать сразу там и говорить на равных. Вообще в Дании все равны. У них есть такой негласный Yen Telo. Это закон, что ты не лучше других. Если ко мне подойдет какой-то богатый человек, а я буду знать, что он богатый, я буду с ним разговаривать как бы на равных. Ну и что, что у тебя деньги там? Ну как бы мы... Ты платишь налог со своей зарплаты, я плачу столько же в процентном соотношении со своей. То есть как бы мы одинаково в наше общество вносим лепту. Эмансипация здесь тоже дала? Да, да, да. И сейчас есть результаты всей этой истории? Конечно. Так что в этом... Женщины как тебя? Удивили, разочаровались здесь, когда ты приехал? Вначале... Не, они красивые девчонки очень. Они по-своему. Знаешь, хоть и наши... Естественно, украинки красивее. Но это всем известный факт, да? Но прожив здесь, ты замечаешь... Вы слышите, да? Лайк поставьте прямо сейчас. Девчонки и мальчишки. Да. А ты замечаешь у них какие-то вот их изюминки. Это все равно скандинавки, они красивые. Блондинки, голубые глаза. Высокие. Высокие. Юля, супруга моя, ты что, скандинавка? Вот. Но опять же, видишь, тут камнем преткновения ставится, что ты восточноевропейц. Поначалу они... Знакомишься с кем-то, проходит 5 минут, они убежали. Серьезно? Да. Как бы не любят они нас. А потом уже... Сейчас я намного себя увереннее чувствую. Потому что это и язык есть. Язык. Я как бы... Состоялся, можно сказать. Да? То есть как бы я уже... Я мщу. Так. Какие у них основные развлечения? Ну, пиво. Пиво? Это основные развлечения. Да, пабы. Вот здесь вот есть место недалеко. Такой вот буквально где-то 18 века трактир, где за 75 крон можно перекусить 3 сэндвича. Смюр и брус и пиво. Еще открою какие-нибудь пару локаций, куда бы ты посоветовала пойти, чтобы прочувствовать кухню? Ну, я могу сказать, куда я бы не советовалась. А ну, давай. Вот этот пафосный ресторан номер 1 в мире находится в Дании, в Копенгагене. Это Нома. Вот. Он поменял локацию. Он был в Христиансхавен, а сейчас переехал на полуостров. И, в общем-то, до него не так легко добраться. И там можно попробовать желудки пчелы, завернутые в крылышки бабочек, запеченные в каком-то соусе. Ну, я терирую. Я говорю оригинальненько в таком случае. Туда нужно сбронировать столики за полгода вперед. Реально нужно? Нет, не нужно ни в коем случае. Там можно оставить много денег и выйти оттуда голодными. Я знаю случаи, когда мне рассказывали водители автомобилей, типа, лимузинов, когда они туда везли американцев, в эту Ному. Они выходили оттуда голодные, злые и говорили, вези в Макдональдс, пожрать хотим. То есть они, в общем-то, оставляли много денег. Там такое шоу, но еды там нет. Ты здесь пыталась устроиться на работу? Да, конечно. Я пыталась устроиться на работу. Я пыталась устроиться на работу до того, как закончила учебу и после. Но когда до я пыталась устроиться, я не очень расстраивалась и думала, ну, ничего. В общем-то, у меня будет диплом местный. И тогда, ну, ничего не вышло из этого. То есть не помогло мое образование нисколько, наверное. Но я была на двух-трех-пяти собеседованиях. Кстати, в Дании больше, чем в Швеции почему-то. Хотя, конечно, заявок отправлялось больше в Швеции. Вот. Но в результате я поработала в одной галерее три месяца. И в одну устраивалась на работу. И мне хотелось там работать, но меня не взяли, потому что я не знала датского. Поэтому, конечно, переезжая в другую страну, нужно учить язык и желательно знать его на таком хорошем уровне. Мне надоело отправлять заявки, ходить на собеседование, искать работу. И я решила открыть свою фирму в 2014 году. В Швеции? В Швеции. Это было довольно легко. И ты работаешь как гид в Копенгагене? Да. Прикольно. То есть ты живешь в Мальме? Это пока нельзя сказать, чтобы это было тур-агентство или тур-бюро. Я, кстати, до сих пор не очень хорошо различаю эти две разные какие-то категории. Но я занимаюсь организацией туров и путешествий и в Дании, и в Швеции, и иногда даже в Норвегии, и в Исландии. То есть по всей Скандинавии. Сколько у тебя в среднем оборот в месяц получается? Где-то 3-4 тысячи евро. Это весь оборот? Сколько с тобой нужно заплатить налогов тебе? 32%. 32%. Ты частный предприниматель? Да. И все налоги, которые ты платишь, это только 32%? Да. У тебя есть друзья здесь? Да. У меня здесь очень много друзей. И как бы мои друзья, которые интернационал, с которыми я учился вместе, они мне довольно-таки завидуют. Потому что я, наверное, один из немногих, кто до такой степени интегрировался, что у меня очень много местных именно датчан друзей, ребят. А все это произошло через мое увлечение моим спортом регби. Я в клуб пошел. Это было в Ольборге там еще. И начал играть. И я 2 года был единственным, наверное, иностранцем в команде. Они мне помогли выучить язык разговорный на хорошем уровне. И вообще они меня, наверное, научили датскому образу жизни здесь как-то. И я, наверное, завоевываю. Я скажу, я когда пришел первый раз в клуб на первую тренировку, всегда же, хоть ты уже взрослый человек, но в новой атмосфере ты себя чувствуешь так. Я так на них посмотрел. Они всегда так как-то первое впечатление, что они очень как-то по-нашему arrogant, то есть высокомерные. И я думаю, блин, с этими ребятами я дружить никогда не буду. То есть как бы я не хотел, они меня никогда не примут. И прошли, не знаю, 2-3 года, и как-то так я их все-таки завоевал, что они меня и зауважали. И, знаешь, я начал замечать, что меня туда-сюда на вечеринку приглашают именно, где я единственный вообще украинец. И когда, знаешь, представляют, ой, это Юрий. Юрий, типа, откуда ты? С Украины. И, знаешь, все думают, ой, наверное, или там где-то с фермы или на стройке. Я говорю, да нет, я там учусь или еще что-то. Вот как-то у них такой, видишь, у них в голове какой-то диссонанс получается. У них как бы есть свой стереотип, и тут ты им говоришь такое. И как-то они так по-другому начинают к тебе относиться. Хочу о работе, о том, как устроиться на работу, чем зарабатываешь ты, сколько, сколько зарабатывают среднеместные и как вообще устроиться здесь на работу? Смотри, насчет работы. Вообще украинцы наши, как они здесь задерживаются? Они, так как я в свое время приехали на сельхоз работы, большинство подавляющее, это свинофермы. Я как-то еще у себя в анкете написал, что я хочу и на растеневодство. И так я попал в теплицы эти, да? Вот, то есть здесь в городе я не знаю, у меня нету круга украинцев общения вот такого. А я знаю, просто я в группе в Фейсбуке нахожусь, я вижу, люди переписываются, там передачи передают, кто-то кого-то везет, попутчики. То есть у них какой-то нетворкинг больше есть, чем у меня здесь. Это как бы работа вот на свиноферму, я думаю, и до сих пор иногда пишут там, нужны студенты, нужны практиканты там или это все вот так начинается, знаешь, постепенно. А потом они получают уже рабочий контракт, подают на рабочую визу, получают рабочую визу. Я после обучения мне дали 6 месяцев на поиск работы. Но на тот момент я уже еще учился на последнем семестре. Я получил практику в фирме трейдинговой, которая занимается импортом, экспортом замороженного мяса и рыбы. Они искали русскоязычного студента, помощника. И мне реально нужна была практика не на февраль, когда я начал искать, а на сентябрь. Но я начал заранее искать, потому что я знал, будет тяжело. Был это как раз время кризиса, 2010-й, наверное. Здесь был кризис? Ну, как бы этот глобальный. Он, естественно, зацепил Данию тоже. И ты знаешь, да, они мне сразу предложили остаться там, работать. Последний семестр я работал уже на них по 15 часов. Я бросил свои полы мыть и перешел уже чисто, знаешь, офисный такой чувак. И потом на полный контракт. И, получается, мне нужно было подавать на эту самую рабочую визу. Я подаюсь, и они мне отказывают. Отказывают, потому что, опять же, я не из Евросоюза. По правилам фирма должна сначала запрос дать в Дании. Если они не нашли компетентное лицо здесь, они должны сдать запрос в EU. Но если в июне нашлось, то только тогда они могут меня нанять. Я не знаю. 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 Это бывший порт. Меня в этом месте, честно, друзья, просто рвет. Меня вообще Копенгаген рвет. Как сказал наш режиссер и второй оператор Саша, что Амстердам, как бы сказать, помягче. Уступает, уступает Копенгагену. И я с ним абсолютно согласен. Невероятная архитектура, невероятная атмосфера, вода, запах. Солнце сейчас заходит. Просто невероятно. Расскажи про этот район и вообще про жизнь здесь. Это бывший порт. Это район называется Nordhaven. Северный порт или Северная гавань. И когда-то здесь были всякие портовые сооружения, склады. И, например, вот эти две башни были цементным заводом 79-го года. И, в принципе, здесь ничего не было. И весь этот район начал застраиваться в 2000-е годы. Соответственно, здесь все новое. Новая архитектура. Например, вот это белое здание. Видишь, там сверху солнечные батареи. Там около тысячи солнечных батарей. Энергия солнца. Хотя в Копенгагене нельзя сказать, чтобы такой уж был солнечный. И там здание Объединенных наций и ЮНИСЕФ. Главный офис в Копенгагене находится. Вообще этот район, в шутку, называют гетто. Почему? Но гетто богачей. Ага. То есть здесь очень дорогое жилье. И здесь живут очень небедные датчане, так сказать. Девчонки, вон Мэйддэшендон стоит, 3 бутылочки. Это район только еще в процессе. Он еще не весь достроен. И стройки еще идут. В общем, здесь популярно жить. Это один из самых новых районов. Копенгаген такой город интересный. В нем нет центра одного. В нем три центра. И новых районов тоже довольно-таки мало. То есть тут не хватает жилье. И, в принципе, копенгагенцы все время говорят про квартиры и переезжают. И это, в общем-то, вопрос такой актуальный. Стоимость жизни? Стоимость жизни. Ну, в основном живут в снятых квартирах, конечно. Лестные даже сняют так? Да, конечно. Тут есть два варианта. Можно купить квартиру. В основном тоже все квартиры куплены в кредит. Потому что банковские кредиты, ипотека, это до 1,5%, 1,7%, до 2%, до 3%. Невысокий процент. Невысокий процент. Вот. И есть такая тут форма. Называется Андельслеггенхед. То есть это квартира, которая берется в аренду у застройщика или через коммуну, через муниципалитет. Она стоит гораздо дешевле. И она как бы арендована, но человека из нее, даже если он потерял работу, и, в общем, из нее почти нельзя его выгнать. То есть это жилье, которое, в общем-то, предоставляется. Это нужно стоять на очереди, чтобы его получить. То есть такие вот формы. Народ снимает квартиры. Сколько здесь съемка квартиры стоит вообще? Да. Стоит от, наверное, минимально от 1000 евро. От 1000 евро? Да. Даже если это 65 метров. А если купить? Может быть, 370 тысяч. Квартира, которая около 65-70 метров. Перервусь по поводу нашей работы. Расскажу немножко об этом месте. Как ты видишь, его держат китайцы. А ели мы реально такой традиционный датский боргер с... Нет, это ты ел. Ну, я ел, извиня. Я ел, я ел веганский супруг. Вот. Но, тем не менее, видишь, они стали, они просекли эту штуку с этим сэндвичем. Знают, что датчане по нему сохнут. И они его делают до такой степени классно, что вот они просто известные. Казалось бы, да? Забегаловка. Забегаловка. А все мои друзья знают об этом. Мой друг итальянец, который там критикует за любое какое-то там блюдо, что оно не так сделано, он там ценитель. Он меня сюда привел на это место. Так что как бы молодцы, ребята. Сколько этот бургер стоил? Он стоил очень дешево по датским меркам и особенно для Копенгагена. 36 крон. Он, конечно, маленький, но, знаешь, это просто для любителей, для гурманов это классно. Это дешево. То есть как бы в другом месте он будет стоить, не знаю, не меньше 55-50, вот так. Может, даже больше, наверное. Может, даже 60 крон. Какой вообще средний чек в ресторане? С выпивкой, с вином, допустим, бокалом вина, наверное, крон 350-400 за вечер. С человека? Да. То есть где-то 50 евро. Как бы зависит от места. Да, здесь поесть вечером, выйти именно в ресторан такой хороший, это будет стоить. То есть как бы я рассчитываю. Особенно пригласить девушку на свидание и привезти в нормальное место. То рассчитывай, наверное, вообще крон 850, а то и 1200 крон за двоих за вечер. Сколько ты зарабатываешь? Я зарабатываю... Смотри, я тебе буду говорить чисто до вычета налогов. И потом я тебе скажу, что у меня остается на руках. С моим образованием я сейчас зарабатываю 34 тысячи крон в месяц. Как бы потом вычитается там пенсия, потом отпускные, вся вот эта вот там целый лист. Я тебе даже на память сейчас не расскажу. Сколько остается от 34 тысяч? Наверное, где-то 19. Вот так вот. Из них, из этих денег я должен заплатить мою ипотеку, квартплату, еда. У тебя остается где-то 1500 евро чистыми вообще на все остальное? Да, да. На еду? Да. На девушек в ресторанах тоже по 200 евро за раз. То есть как бы ты знаешь, я понимаю, что мне не хватает сейчас этих денег. Мы сейчас вот с тобой сидим в S-Train по-английски. Этим транспортом я в принципе езжу каждое утро на работу, на метро пересаживаюсь. И вот это у меня там одна линия идет прямо на работу. Через работу у меня проездной. Там, кстати, тоже своя система. Получается немножко дешевле, чем если бы я на станции покупал проездной на месяц. Где-то это получается 500 с чем-то крон у меня. 4 зоны это стоит. Вообще система транспортная в Копенгагене, я считаю, идеальная. То есть в любую точку ты можешь добраться очень быстро. У тебя есть машина? Нет. Это правда, что налоги на машину более 100%? То есть ты должен заплатить еще стоимость машины, выше стоимости машины сверху? Это правда. Это регистрационный налог. Поэтому в Дании не увидишь столько машин дорогостоящих. А если увидишь, то ты знаешь, что этот человек зарабатывает реально много. Так что нам выходить. Хотел тебе рассказать нашу систему бутылок и вообще как бы очистки, так сказать. Вот у меня в руках бутылка здесь значок B и такой кружочек. Видишь? Б это значит, что она стоит 3 кроны. Есть А и С. 3 кроны? Да. То есть я купил воду, она стоит 13... 15 гривен? 13 крон. Плюс я заплатил еще дополнительно 3 за бутылку. Теперь я ее могу или выбросить. То есть как бы... А видишь, для датчани волонтеры сделали, чтобы бездомные не рылись в грязном мусоре здесь, не искали эти бутылки. Если у тебя есть, ты хочешь ее отдать, ты ложишь просто здесь, ставишь, он подходит и берет. И потом сдает? Да, да. И получает сколько за нее? Ты идешь в любой супермаркет, отдаешь ее, и ты получаешь 3 кроны, да? 3 кроны. Ты много там принесешь. Я, допустим, дома собираю, несколько отношу. И я этим же талоном, который автомат мне выдает, я могу расплатиться в этом же магазине за тот товар, который я купил. Сейчас я сразу пойму. То есть если я 100 бутылок соберу просто за день, то я заработаю 40 евро? Ну, да. Что, серьезно? Да. Ну, что, друзья, хотите узнать о местных районах? Так, давай рассказывай, где мы живем? Ну, короче, мы приехали ко мне. Это моя улица. Вот мой подъезд, моя квартира на, по-нашему, на втором этаже, по-датски на первом. Потому что это считается как ground floor. Там даже живут. Конечно. Купил я ее здесь в 2015. У меня 56 квадратных метров. И я тогда ее купил за 1 миллион 600 датских крон, 600 тысяч крон. Сейчас они, конечно, выросли значительно в цене. Это опять мне повезло. Я как бы в хороший момент такой купил. Да, ипотека, она 30 лет. Но как бы я рассказывал еще там, как я плачу эти кредиты. То есть это понятно. Суть в том, что если я ее буду продавать прибыль, я не должен платить с нее налог. Это как бы большой-большой плюс. Подожди, а ты вообще налог платишь, если квартиру продаешь? Нет. И вот когда квартиру продаю, не плачу. А вообще так с любой прибыли, естественно же, нужно платить налоги. Выросли они здесь так резко, потому что этот район, Ама, он находится достаточно близко к центру. Это первая станция после моста, так сказать. Туда глубже, там будет дешевле намного. Вот. И в центре цены тоже росли-росли, но как бы уже до такого пика они достигли, что там строить уже негде в центре, понимаешь? А здесь вон у нас стоит здание заброшенное. Уверен, через год, через два там будет дом и будут просить по 4 миллиона за квартиру запросто. Смотри, короче, мы пришли ко мне. Это наш подъезд. Консьержи у нас нет. Да, я как бы может быть в каких-то там супер-фешенебельных районах. Я не знаю, никогда не видел вообще. Я сомневаюсь, что кто-то будет держать консьержа и платить ему датскую зарплату. Знаешь, как бы они лучше компьютер поставят. То есть у нас у всех ключ, мы заходим, звонок по именам. То есть у меня домофон. Ну, все как обычно, в принципе. Видишь, но в принципе доверие полное. Видишь, у нас штативы, велосипеды. Я, допустим, спокойно оставляю здесь велосипед. Я знаю, что... Конечно, воруют, знаешь, но это не так, что я прям за ним трясусь. Плюс как бы есть подушка безопасности, есть страховка. И как бы я... Велосипеды страхуются? Ну, у меня все включено, так сказать, в квартиру. И если у меня велосипед украдут, у меня там своих, по-моему, полторы тысячи я покрываю. Остальное страховка... Вообще безопасно в Кобегагене? Да. Я спокойно хожу. У меня знакомая есть подруга. Если она приходит в гости, знаешь, я там не напрашиваюсь ее провести. Я знаю, что она спокойно доедет домой. Ну, это в этом плане... Нет. Знаешь, были здесь в прошлом году некоторые заварушки. Это там был райончик Норебро, где эмигранты. Там есть все же банды там, знаешь, местные. Это была именно война банд каких-то. Там даже случайно велосипедиста застрелили. Но это все быстро shut down, как бы закрыли. И сейчас, по-моему, одна из банд даже, как бы, так сказать, сложила свои полномочия, что ли. Веди меня домой. Так что пойдем. Пойдем. Я, кстати, недавно ремонт закончил. С конца января, вот до начала апреля. У меня здесь была... Могу потом фотографии указать. Разгром полнейший. Эту стену. Это коридор. У меня две комнаты. Спальные, прихожая и кухня. Здесь я перенес дверь, развалял. Все было развалено. Это с ванной комнаты тоже перенес дверь отсюда-сюда. Ну, как бы сделал так немножко по... Это, знаешь, тоже своего рода инвестиция. Потому что, если ты будешь продавать квартиру, и в ней новая ванная, новая кухня, это придаст к цене очень много. Ну, как минимум 1150, а может и все 200 запросто. И это как бы датских крон. Сколько коммуналка у тебя в месяц? Ты говорил своей, по-моему, да? Ну, 2200 крон. Это вода, нет, электричество отдельно. Это за мусор, вывоз мусора, там, за борьбу с грызунами мы платим. Ну, это небольшие деньги, 300 крон. Уборка лестницы. Ну, и я не знаю, там какие-то еще вещи. Я в эту платежку даже не заглядываю. А зимой как кто топит? А у тебя центральное отопление? Да, у нас центральное. Видишь, на них датчики такие. И они сами отправляют. Приходит человек возле подъезда, становится. И он со всего подъезда сверяет эти показания. И потом мне в конце года приходит счет. Или я получаю деньги обратно. В этом году я полторы тысячи назад получил. Потому что я не включал часто отопление. Вот. Или же, если ты там на все 5 накручивал, то, конечно, тебе придется доплатить. Видите, я мать хочу. Ты реально. Ты реально крутой. Мне нравится, друзья. Это был Юра. Пишите, подписывайтесь, комментируйте. Приезжайте в Копенгаген, влюбляйтесь. Это просто сумасшедший, невероятный город. Я посетил 9 городов в этом первом сезоне экспатов. У меня такое ощущение, что Копенгаген завершает этот выпуск, точнее, этот сезон. И он себя настолько влюбляет, что моя супруга уже говорит, когда? Когда мы сюда прилетим вдвоем, и ты не будешь даже сам себя снимать? Я сказал, скоро. Я обещаю. Мы скоро сюда приедем. Невероятный город просто. А ты в него еще влюбил еще гораздо больше. Ну, я рад. Пока. Мы пошли готовить кушать. Друзья, теперь я точно знаю, что могу вас назвать друзья. Мы с вами прожили, наверное, месяца 4 точно, когда смотрели все эти выпуски экспатов из 9 европейских городов. Я хочу вас поблагодарить за то, что писали комментарии, подписывались. Если не подписывались, прямо сейчас подпишитесь. Комментировали, рассказывали друзьям, радовались вместе с нами. Скучали, наверное, тоже местами вместе с нами. Я очень благодарен нашей команде экспатов Оле, Саше, Роме. Той команде, которая оставалась в Киеве и нас поддерживала. Я благодарен своей семье, которая не ругалась, что я больше месяца где-то провел в съемках. И, конечно же, нашим партнерам Turkish Airlines, Panasonic и многим другим, которые нас поддерживали и помогали сделать этот контент еще более качественным. Это конец первого сезона. Я не знаю, куда мы отправимся во втором. Даже планов еще нет. Возможно, это будет Азия. Возможно, это будет Америка. Африка, снова же Европа. По Украине хочется поездить, открыть вам украинские ебня. Вот. В общем, друзья, я не знаю, что сказать. Мне понравилось. Я устал, но я снова хочу. Не важно, как сильно я падаю на землю, когда устаю. Важно, как быстро я могу подняться. А я уже поднимаюсь. Ждите второй сезон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok